В эфире новости ОТС. Сегодня вторник, 28 июля. В студии Ангелина Леденева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Мы это вовремя сделали, потому что могли быть необратимые последствия. В Искитимском районе обрушился участок дороги. Несколько сел буквально отрезаны от внешнего мира. Это не люди. Как они убивают, это самое простое отравить. Это самое простое, чем отнести в клинику, кастрировать или стерилизовать. Десятки бродячих собак погибли в Новосибирске от рук докхантеров, к чему приводит нечеловеческая охота. Встать на очередь на жилье по коммерческому найму. Нас поставили. Наша очередь сегодня седьмая. С вещами на выход. Почему многодетная мать может потерять единственное жилье? Теперь об этих и других темах подробнее. Политический фальстарт. Еще до начала предвыборной гонки областной избирком отказал в регистрации некоторым политическим партиям. Почему, выяснял Андрей Баев. Накануне избирательная комиссия Новосибирской области отказала двум партиям в регистрации кандидатов на предстоящие выборы. Так, из предвыборной гонки, по крайней мере пока, выбыли зеленый и представители Парнас. Основанием для отказа стали собранные подписи. А точнее, количество признанных недействительными. Но если борцы за экологию признали и согласились с решением областной избиркома... Я считаю, все было в рамках закона. Не нужно тут кричать, нужно делать качественную работу и пытаться в следующий раз. Все получится, если учесть все ошибки. То парнасовцы до последнего настаивали, что их списки намеренно признают недействительными. При этом подписи не засчитываются по вполне конкретным причинам. Несоответствие с базами УФМС, адреса и фактической регистрации, номера или серии паспорта. Кроме того, есть факты, когда один и тот же человек заполнен листы за нескольких людей. С этими и другими нарушениями процедуры сбора подписей представители несистемной оппозиции спорили до последнего. Но закон есть закон. При этом, как вы обратите внимание, складывается впечатление, что они особо не хотели, чтобы мы нашли истину. Потому что возражения были сшиты, чтобы мы не могли разбить их на три группы и быстрее проверить. Потом это заявление о якобы некой фальсификации справки УФМС, беспрецедентное давление бестактное на членов рабочей группы. То наше решение абсолютно обосновано и с материальной, и процессуальной точки зрения. Все члены комиссии, которые присутствуют на заседании комиссии, единогласно поддержали проект постановления об отказе в регистрации. О том, что комиссия отказала оппозиционерам на вполне законных основаниях, говорят и независимые эксперты. Сомнений здесь в том, что законно-незаконно нет. И поэтому вот эти протесты, ну, они вот в 90-е годы не захватывали избиркомы, хотя и были случаи отвержения партии. Не думаю, что в этих условиях, которые сейчас сложились, и, так скажем, в этой политической обстановке, председатели избиркома, члены избиркома стали бы отступать от закона. Для нас все политические партии равны, говорят в обл. избиркоме. И даже когда возникают спорные вопросы, они решаются в пользу кандидатов. Так произошло и в этом конкретном случае. Рабочая группа согласилась с предложениями, замечаниями, возражениями представителями избирательного объединения. И 153 подписи рекомендовали избирательные комиссии Новосибирской области исключить из недействительных, что, собственно говоря, и было сделано. Стоит добавить, что собрать нужное количество подписей, а главное, сделать это в полном соответствии с законом, оказалось не так-то просто. В региональной избирательной комиссии уже есть основания отказать в регистрации еще четырем партиям. Андрей Баев, Борис Гладких, Новости ОТС. Усилить контроль за пассажирскими перевозками, провести внеплановые проверки всех автотранспортных предприятий и расторгнуть договор с недобросовестными перевозчиками. Такое распоряжение дал глава региона в связи с участившимися трагедиями на дорогах. Многие из водителей имели возраст близкий к пенсионному. Предварительные причины – это нарушение режима отдыха и режима работы труда, это нарушение проведения стажировки и инструктажей водителей и низкий уровень квалификации водителей. Поэтому давайте обсудим, как мы оцениваем сегодня состояние аварийности в нашей области и какие мы меры видим на снижение этой аварийности. Только в июне и июле в стране произошло 6 ДТП с массовой гибелью людей. В Омске, Красноярске, Бурятии аварии унесли 46 человеческих жизней. В Новосибирской области подобных происшествий в последнее время не было. Уже третий год в регионе отмечают спад аварийности. Но без нарушений все же не обходится. Под особый контроль сегодня взяли школьные автобусы и междугородние рейсы. Десятки туристов сегодня вновь несколько часов просидели в аэропорту Толмачево и снова уже второй раз за неделю задержан рейс в Анталию. Туроператоры пояснили, причина в том, что Казахстан закрыл воздушное пространство и пришлось ждать разрешения на пролет над этой страной. Напомню, два дня назад еще один рейс в Турцию был отменен из-за технических проблем самолета. Его пассажиры отправились в отпуск только сегодня утром. К другим темам. По неофициальным данным, сегодня в Новосибирске обитает около 40 тысяч бездомных собак. И все чаще жители города обнаруживают целые своры бродячих животных, погибших от рук докхантеров. Друзей человека массово травят, а потом выкладывают фотографии этой охоты в соцсети. О защитниках животных и тех, кто считает собак врагами человека. Специальный репортаж Александра Куршева. Аля Суботина каждый раз с содроганием смотрит на уличных собак. Два месяца назад во время прогулки на ее четырехлетнюю дочь Маргариту напали бездомные псы. Ребенка пришлось спасать в буквальном смысле, вырывая из зубов одичавших животных. Было их много. Одна ее сразу схватила за ногу и повалила, укусила. После укуса я начала звонить в милицию. Милицию вообще, я не знала, когда звонить в милицию. Вообще трубку не брали, трубку не берут. Я звоню в скорую, они сказали, езжайте сами, мы на такое не ездим. Берск – территория постоянной опасности. Пятое нападение на человека с начала года. По версии Суботиных, эпицентр размножения стаи – соседняя стройка. Там их прикармливают, чтобы охраняли. В администрации сказали, что они этим не занимаются, что занимается приют, этот Надежда. А в приюте Надежда сказали, что, которая собака вас укусила, у нее вставлены чайфухи. Это означает, что она злая. В другом районе города жители многоквартирного дома спасаются от кошачьего соседства. Здесь, в 30-й квартире, их больше 50. И они размножаются. Но расставаться с ними хозяйка не спешит. Летом, вот она откроет, но вообще это невозможно. Услышь еще раз выживание, я вместе с кошками выживаю. За защитники, с одной стороны, осуждают стихийные приюты кошек и собак. Квартира – не место для питомника. С другой, все эти животные на улице – потенциальные жертвы док-киллеров. В Новосибирске сегодня насчитывается около 15 специализированных домов для четвероногих, где их волонтеры стерилизуют и содержат на свои собственные деньги. Татьяна Палкина борется за права животных уже 21 год. И уверена, государственные службы просто не замечают этой проблемы. Если проблема не решается властными структурами, за нее берется население. И, к нашему огромному сожалению, уровень жестокости в нашем обществе очень высок. И зародилось вот такое движение, как ДХ. Декхантеры – это люди, которые держат свои лица закрытыми и прячутся, потому что я знаю массу случаев, которые не афишируются, когда их ловили и наказывали. Это не люди. Они убивают. Это самое простое – отравить. Это самое простое, чем отнести в пленнику, кастрировать или стерилизовать. Самое простое – вытащить кучу отравы и отравить. Что мне нечего сказать им. Я их за людей не считаю, я ее волонтер. Виктория Каратушина теперь главный друг пса по имени Лисенок. Три месяца назад она и еще два десятка человек спасали бездомного щенка, попавшего под колеса поезда. Одна лапа у нас задняя полностью ампутирована, операция на нее не может. На второй лапы отсутствует часть, он может на нее чуть-чуть опираться, но все равно она кровоточит. Буквально за несколько часов абсолютно чужие друг другу люди собрали на операцию Лисенку 60 тысяч рублей. Мы потом провели там небольшое вмешательство, применили там кожную пластику, разворотный лоскут для того, чтобы сформировалось культя, на который он мог бы хоть как-то ходить. Андрей Чикатило – советский маньяк. За плечами больше 50 жертв. До того, как стал убивать людей, издевался над кошками, собаками и кроликами. А это фотографии современных живодеров. Из этических соображений лица и детали не показываем. Кстати, 245-я статья Уголовного кодекса России – жестокое обращение с животными – их не пугает. В 90% случаев приговор заканчивается обычным штрафом. Закона о животных в нашей стране нет вообще. Что касается семьи Субботиных, собака для них теперь враг, а не друг. Со слов матери, с бродячими нужно бороться, но точно не методами докхантеров. Так уж получилось, что общество оказалось по разные стороны большого пути. С одной стороны, те, кто борется за спасение и права животных. С другой – те, кто прикрывается благими псевдоидеями, сами решают, кому жить, а кому нет. История с лисенком – одна из миллионов. Но, судя по ее эпилогу, добро пока все-таки побеждает. Чтобы их они любили сильно, кормили их, брали их к себе домой. А пока последствия недавней акции докхантеров – это 15 отравленных животных в одном только Октябрьском районе Новосибирска. Александр Куршев, Рина Звягина, Алексей Баженов и Владимир Анапрячук. Новости ОТС. В Искитимском районе обрушилась дорога. Масштабы этого происшествия некоторые специалисты называют технологической катастрофой. Теперь доехать до сел Усть-Чом, мосты и Харина можно только в объезд. А это несколько десятков километров. Ситуация осложняется тем, что разлившаяся река питает водой весь Искитим. Ирина Звягина подробнее. Доехать до этого места можно только на специальной технике. Другая не пройдет. Да и движение перекрыто. До ближайшего села порядка 10 километров. Автобусы и автомобиль сейчас едут по объездной дороге, через Ленево. Несколько сел буквально отрезаны от райцентра. Вода из ближайшего озера после сильных дождей хлынула в старое русло реки и подмыла дорогу. Вместе с потоком воды из озера в Бертью стремились глина и грязь. Первыми заметили неладное лаборанты насосно-фильтровальной станции. Каждый час они брали воду из реки для анализа. Мутность повышалась и достигла своего пика утром. Такого загрязнения в водоканале не помнят за всю историю предприятия. Еще утром через фильтры бежал грязный кисель, говорят работники станции. Предприятие было вынуждено остановить работу, чтобы избежать еще больших проблем в дальнейшем. Я думаю, что мы это вовремя сделали, потому что могли быть необратимые последствия. То есть нам пришлось бы, если бы мы этого не сделали, нам бы пришлось заменять все фильтрующие слои. А это очень много времени. У нас 11 фильтров, которые требуют перезагрузки, если бы мы запустили процесс этот дальше. Сейчас в Искитимии районе работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Выясняют, кто виноват. Решают, что делать дальше, ведь обвал огромный. Ирина Звягина, Никита Решетков. Новости ОТС. С четырьмя детьми на улицу в Калининском районе Новосибирском многодетная мать получила уведомление от местной администрации о предстоящем выселении из комнаты общежития. Взамен женщина не получает ничего, поскольку суд доказал, что семья проживает здесь незаконно. Это служебное помещение. В круговороте квадратных метров разбирался Александр Могилин. Организация переименовалась в другое учреждение и рабочего места, которое предназначалось для меня, не стало. Анна Логановская работала дворником ЖУ. После реорганизации муниципальной компании вместе с рабочим местом фактически потеряла и служебное жилье. Но она по-прежнему живет в маленькой комнатке общежития с четырьмя детьми. Это нарушение закона, но идти семье больше некуда. Женщина обила пороги всех инстанций с просьбой предоставить жилье взамен, пусть даже не по социальному, а по коммерческому найму. Даже до мэра дошла. Мэр нам предложил как вариант встать на очередь на жилье по коммерческому найму. Нас поставили на очередь. Наша очередь сегодня седьмая. Но, тем не менее, ситуация остается вот такой вот. За четыре месяца очередь не подвинулась ни на одно место. Комната в общежитии муниципальная, поэтому чиновники местной администрации торопят Анну с выселением. В своем письменном обращении глава администрации Калининского района напоминает женщине, что она с четырьмя детьми длительное время незаконно занимает данное жилое помещение и просит освободить его как можно скорее. Про предоставление альтернативного жилья в данном письме ни строчки. У администрации своя версия этой истории. Здесь утверждают, Анне Логановской предлагали служебное жилье, но для этого надо было устроиться на работу, невысокооплачиваемую. Если общежитие надо работать в бюджетных организациях, либо в органах государственной власти, либо в органах местного управления, либо в бюджетных организациях, опять же, государственных структур или муниципалитет, надо сказать, что у меня зарплата такая не устроит. Кто говорит правду, кто лукавит в этой ситуации, понять трудно, но страдают от этого несовершеннолетние, которые уже в ближайшее время со своей матерью могут оказаться на улице без крыши над головой. Приставы могут прийти в любую минуту. Александр Могилин, Александр Ведерников. Новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. Вы можете видеть здесь базовую станцию. Базовая станция выполняет функцию связи. Держи на руки. Вот твоя любимая. Идем. Благодаря этой победе на хорошем ходу сейчас в лидерах пойдем. Медицинская и лабораторная техника. Одежда, инструменты, мебель, ортопедия и реабилитация. Знает доктор и больной. Медлаптех всегда с тобой. Залезского 5. Правильно сиди. Интернет-магазин нового формата предлагает. Растущие парты и стулья для детей, а также ранцы с ортопедической спинкой по цене производителя. Спешат грузовики и фуры к нам в автогазаппаратуру. Пора ставить тахограф. Это не роскошь, а требования закона. Подземный интернет и телефон, по которому можно звонить на 100-метровой глубине в Новосибирске, представили систему «Умная шахта». Ее главная цель – обеспечивать безопасность работников под землей. Но комплекс выполняет еще много важных задач. Ксения Луговская окунулась в мир неземных технологий. Вы можете видеть здесь базовую станцию. Базовая станция выполняет функцию связи. Базовая сеть питания, контроллер маршрутизатора, фазированная решетка – все эти непривычные для ухообывателя термины составляют настоящую электронную сеть. Подземный интернет появился в Новосибирске еще в 90-е годы. Данные передавали по двухпроводной телефонной связи с помощью этого источника питания. Спустя десятилетия наши инженеры сделали еще один рывок в область информационных технологий. Мы запустили первую в мире шахту, управляемую через интернет. По интернет-технологии. Это шахта Распадская. Она к тому же самая крупная. Она вторая в мире по размерам. И защита работает таким образом, что она определяет наличие опасных газов. И в случае возникновения предельной концентрации, мгновенно отключает фильтр энергии в шахте. Система может работать на любой глубине, независимо от количества пыли и газа. Датчики слежения довелось испытать и в условиях взрыва. Когда на шахте Распадская произошла крупная авария, Горнас смог определить причину и значительно облегчил спасательные работы. В частности, по беспроводной сети поиски пострадавших заняли 5 минут вместо недели. И вот эта фазированная антенна-решетка, она как раз и нужна для того, чтобы обеспечить беспроводную связь. То есть проводной канал является основным. В случае его обрыва или обрыва питания, базовая станция использует беспроводной канал связи. И это измерительный комплекс, на который стекает информация со всех датчиков. С ним связан интернет-сервер, который сочетает функции коммуникации и измерения данных. Хотя он еще аналоговый, работает лучше некоторых цифровых моделей. А этот уникальный смартфон разработан специально для горняков. Обычные мобильные телефоны в шахтах строго запрещены. В нее стрелять можно, в нее можно ломать. Она немножко подымит, но она не даст никакой искры принципиально. Новосибирская аппаратура обслуживает пять шахт России. В перспективе поставки в Казахстан, Чехию, Германию и на Донбасс. Кроме этого, инженеры планируют и с ней сотрудничать со спасателями. Ксения Луговская, Артем Валевич, Новости ОТС. Тем временем вверх Сузуни реставрируют старые животноводческие фермы. Заброшенные постройки и загоны получают вторую жизнь, а коровы новый дом. Из Сузунского района сюжет Евгения Емельяновой. Руслан сегодня не скрывает радости. Работа кипит. Ферму строят в родном селе. Это очень вдохновенно. Это рабочие места появятся. Работа тут как не бывала, а сейчас появится работа. Когда-то в Верхсузуни были животноводческие фермы. Однако в годы перестройки хозяйство прекратило свое существование. От былых помещений остались только стены. На восстановление селяне и не надеялись. Каково же было удивление, когда на заброшенных дворах закипела работа. Здесь будет дойный гурт стоять коровы. Здесь беспривязное содержание будет. Сзади нас это молочный зал будет. В нем корова доится будет. Вся остальная территория будет здесь для кормления, для отдыха. Планы грандиозные. До конца лета сдать в эксплуатацию два двора на 400 голов и телятник. В одном из помещений уже перекрыли крышу. Почти сделали доильный зал. Осталось запетонировать пол, поставить ворота и добро пожаловать на работу. Однако, по словам руководителя хозяйства, кадры подобрать не так-то просто. Большого порыва такого, чтобы и в очереди такой нет. Но часть людей там уже подошли, местное население работает. Я думаю, что на будущее, если люди увидят гарантии труда и оплаты за этот труд, я думаю, что мнение людей, наверное, изменится. Я думаю, что и народ потянется и будет кому работать. Впрочем, в хозяйстве надеются на лучшее. Говорят, просто народ отвык от работы. Последнее время была занята лишь часть населения, бюджетники. Часть разъехалась трудиться по району. Так что многие будут рады вернуться в родное село. Евгения Емельянова, Александр Зулин. Новости ОТС. Ездить стали больше, оплатить меньше. Развитие и проблемы внутреннего туризма в Сибири сегодня обсудили представители туроператоров. По их оценкам, экономический кризис не повлиял на количество отдыхающих, зато существенно изменил сами принципы отдыха. Туристический поток в Сибири вырос по сравнению с прошлым годом в два раза. Самые популярные зоны отдыха – Алтай, Барнаул и Маслянинский район Новосибирской области. Что интересно, в наш округ стали чаще приезжать на отдых гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. А вот иностранцы, наоборот, резко снизили интерес к русским землям. Значительно меньше стало корпоративных клиентов, упали заказы на туристические автобусы. Все чаще новосибирцы предпочитают минимум услуг или вовсе от них отказываются. В моде дикий туризм на своих машинах со своими палатками и собственной пищей. Средние ожидания людей по расходам упали. И люди стараются меньше тратить денег. Значительно это видим. Видим по средним чекам, видим по обратному отзыву, по ценам в комплексе. Но пока это компенсируется, слава богу, ростом, надеемся, что в следующем году он продлится. За неделю, за месяц до начала своего путешествия люди начинают упрощать программу. А потом кто-то отказывается совсем. Кто-то говорит, нам сократили полностью финансирование компании. Мы за свой счет едем, но программа стала меньше. Собрал на дачу, привез в город. Сегодня чиновники отчитались о количестве несанкционированных свалок в мегаполисе. Оказывается, и в Новосибирске горы мусора часто появляются по вине дачников. Рассказывает Николай Сальников. Стихийные свалки появляются в разных районах города с незавидной периодичностью. И с такой же периодичностью выделяются деньги на их ликвидацию. Сегодня чиновники мэрии рассказали, как следят за ситуацией. По несанкционированным свалкам 24 миллиона выделено. ГРБСами сейчас являются районные администрации. По моей информации, все процессы отторгованы. То есть, как бы, вот таких больших напрягов в этом нет. По мнению специалистов, главные очаги незаконных свалок – это выезды из дачных обществ. Границы между частным сектором и высотными домами тоже нередко становятся мусорными отвалами. Основная проблема в том, что у нас жители частного сектора не оплачивают такую услугу, как вывоз коммунальных отходов. То есть, по сути, они там, где нет кольцового вывоза. То есть, эту услугу нам надо, конечно, вводить обязательно. В итоге расход средств за вывоз мусора из частного сектора возьмут под особый контроль. Сегодня лидерам чистоты в Новосибирске признали Дзержинский район. Мы проехали по якобы очищенным местам на улицах Доватора и Шишкина. Судя по этим кадрам, до идеала пока далеко. Николай Сальников, Андрей Дулепов. Новости ОТС. В Новосибирском зоопарке новой всеобщей любимицу клетки с новорожденным Колумбусом толпы детей и взрослых. Какое еще пополнение появилось нынешним летом у питомцев зоопарка, знает Елена Медведик. С умилением рассматривают детеныша Колумбус и посетители зоопарка. Такая возможность появилась только сейчас. Малыш родился две недели назад. Пока неизвестен пол детеныша, его узнают ближе к зиме. Сейчас беспокоить обезьянку нельзя. Имя тоже не дали, но это не мешает малышу выходить на публику под пристальным вниманием сородичей. Мы с Бердска. Специально приехали? Конечно, только по этому поводу мы сюда приехали посмотреть на всех зерушек обезьянок, которые очень доброжелательны. Руку подашь, она мне и потрогает, и пощипает. Белоснежный детеныш не альбинос. В течение первого месяца у этих обезьян не вырабатывается пигмент. Потом окрас меняется. Восточные колобусы выгодно отличаются от остальных приматов своим роскошным мехом. Они шелковистые, черные, с длинными белыми боками и пушистым хвостом. Непременные условия их содержания – просторные вольеры и деревянные сооружения. В то время как глава семейства отдыхает, молодежь активно лазает, скачет и играет. Колобусы содержатся семьей. И, например, участвуют в воспитании все родители и самец, и мама, и братья-сестры младшие. Они учатся уже тоже, приобретают опыт семейности. В природе колобусы питаются в основном почками и листьями. В зоопарке их угощают овощами, зеленью и замороженными вениками. Листья тальника, малины, черемухи, вербы – излюбленное лакомство этих древесных обезьян. За последний месяц в зоопарке появилось несколько новорожденных приматов. В семье Саймири сразу три малыша у разных самок. Эти цепкохвостые обезьяны нам своих малышей не показали. А вот потомство мартышек Диан мы рассмотрели основательно. Их молодые мамы носят на животе, по пути кормят своим молоком, общаются и, конечно, привлекают внимание посетителей зоопарка. Ну, почти во всем зоопарке были. Что особенно интересно? Белый медведь. Имея соответствующую фамилию «медведик» и белый окрас, я не смогла пройти мимо этого ростометра. Итак, встаем попрямее, спина ровная, и оказывается, что я совсем немного ниже белого медвежонка. Еще одно семейство зоопарка достойно особого внимания. В марте у куниц Тайра появилось потомство. Впервые в России пара таких малышей родилась в неволе. Теперь подросли, активны в любое время суток, особенно на рассвете. Первую в своей жизни летнюю жару переносит стойка. Жару многие звери переносят тяжело. Мы стараемся их больше поить, естественно. Потом опрыскиваем клетки, то есть устраиваем такой душ, опрыскиваем грунт, чтобы влажность была, чтобы прохлада была. И кормим вечером, когда уже нет такой жары, чтобы не портился корм. Уже идет полным ходом подготовка к зиме. Реконструкция теплых павильонов, обновление клеток, ремонт. К осени хотят закончить строительство павильона южноамериканской фауны. В ближайших планах обновление коллекции редких животных и, конечно, праздники. Их проводят в зоопарке каждое воскресенье. Елена Медведик, Олег Сурков, Новости ОТС. Орлы взлетели на вершину турнирной таблицы. После домашней победы над лучом энергии, футбольная Сибирь стала единоличным лидером футбольной национальной лиги. С подробностями матча Кристина Лата. Перед матчем ставки на победу соперника куда выше. Луч энергия на старте чемпионата не потеряла ни одного очка. При этом сумев сохранить ворота в неприкосновенности. Не то что с опаской, но с большим уважением ждали соперника, учитывая, что 100% результат у команды был. Поэтому готовились серьезно, знали, в какую игру они будут играть. Для болельщиков, которых на трибунах в этот раз больше обычного, этот матч стал настоящим подарком. Такой игры с большим количеством опасных моментов и командных действий они не видели давно. Первый мяч ворота соперника залетает на 35-й минуте. Новичок Сибири, нападающий Александр Харитонов, включается в гонку бомбардиров. Особенно обидный первый гол, когда со своей половины стандарт, который ничего не предвещал, привел гол. Проиграли верховую борьбу и там неправильно немножко расположились и не забили. Хорошо исполнил нападающий. В одно касание пробил, без шансов для врата. Есть заслуга нападающего и во втором забитом мяче. Именно его подачу замыкает Томаш. Сибири выходил 2-0 на табло после первой половины матча. Первый, не первый, забивать всегда приятно. И тем не менее, приятно, что мы благодаря этой победе на хорошем ходу сейчас в лидерах идем. Во втором тайме новосибирцы могут увеличить разницу в счете. Но Роман Беляев, обыграв защитников, не смог обыграть на последнем рубеже голкипера гостей. Выручает свою команду и вратарь Сибири. Николай Цыган несколько раз срывает аплодисменты красивыми сейвами. Сибири удается одержать третью победу подряд. А благодаря осечкам Томи и Балтики подняться на первую строчку турнирной таблицы. Давайте сейчас не смотреть таблицу. Мы озвучили с губернатором цели, которые поставлены. Мы же сейчас не говорим, на каком должна быть месте команда. На первом, втором, третьем, четвертом. Она должна быть в шестерке. Вот в этом пазоне с первого до шестого мы должны двигаться. Еще раз говорю, впереди очень сложные поединки. Следующий матч Сибирь проведет на выезде. 3 августа встреча со Sky Energy из Хабаровска. Кристина Лата, Алексей Погодин. Новость ОТС. На этом у меня все. В студии работала Ангелина Леденева. Удачи и увидимся. Новости ОТС. В последующие двое суток временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха в четверг днем плюс 20-22. В пятницу плюс 21-23. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова